Всем привет! Сегодня сделаю обзор вот такой вот однокомнатной квартиры в новостройке 35 квадратных метров. Стоимость работ здесь около 40 тысяч рублей за квадратный метр. Полностью выполнен капитальный ремонт с качественной сантехникой, электрикой, с полным выравниванием всех стен с прямыми углами, очень много керамогранита, теплых полов. Также еще утеплена и присоединена лоджия. Работы здесь проведены было немало. Однушки получаются самые дорогие по площади, потому что самое дорогое, что есть в квартирах, это зона кухни, потому что здесь много выключателей, розеток, освещения, много плитки. Самое дорогое это прихожие, это естественно санузлы, где еще вот такие вот классные коллекторные системы устанавливаются. Чтобы вы понимали, сама эта квартира стоит сейчас минимум миллионов 7-8, пустая от застройщика. Ну и миллиона, наверное, 4 точно сюда еще заказчик положил. Вместе с работой, материалами, со всей мебелью. Может быть даже чуть побольше на сегодняшние цены. Давайте начнем обзор с прихожей. У нас здесь стоит красивая такая входная дверь. Выполнена она под стиле цвет мешком мотных дверей. Есть добор с наличником. Единственное, я бы еще и коробку черную закрыл, но здесь не стали закрывать, потому что здесь много таких черных элементов, как видите, в интерьере. Поэтому дизайнер ее оставил. Так как в прихожей не было особо места где-то сделать тумбочку, вот здесь такое интересное зеркало. То есть на эту полочку хоть можно положить ключ, телефон, какие-то вещи. Очень удобно. Зеркало красивое с посветочкой. Все стены под покраску. На полу керамогранит с теплым полом идет в едином пространстве с кухней. В санузлах уже другой керамогранит. Далее попадаем с вами сразу же в туалет. В туалете уже другой цвет керамогранита. И туалет очень маленький, 90 на 80. Дверь здесь 60, но даже нет места маленькую раковину поставить. Только гильнишки душ, еще будет ершик и держатель для туалетной бумаги. И здесь у нас с вами получается из мебельных панелей сделаны таким вот образом полочки. То есть не с керамогранитой, а это обычная под заказ. Уже после плитки делается мебельная панель и крепится, клеится уже непосредственно на зашитую инсталляцию. И на нее уже потом устанавливается унитаз и кнопка. Потолки у нас по всей квартире натяжные. Система еврокраб. Видите, да, по периметру теневой шов. Здесь место для пуфика. Сюда можно спрятать обувь. Мягкая, красивая обивочка. Можно присесть. Вот этот вот перестенок, капитальная стена, к сожалению, ее было не убрать. Поэтому здесь ее немножко расширили, чтобы в этом месте встал шкаф глубиной 50 сантиметров. Двери сделали под цвет стен, чтобы они не выделялись. Здесь у нас с вами аккуратный, красивый щиточек. И все по группам. На одну щеку видите, сколько автоматов выделено у нас. Все красиво подписано. Вот здесь, например, электрический пылесос спрятан. Здесь у нас с вами выездные шкафчики и место для хранения верхней одежды. Далее мы с вами здесь попадаем в санузел. Здесь проход на кухню. И здесь у нас проход в спальню. Санузел очень интересный. Потому что площадь его меньше трех квадратов. Смотрите, вот здесь у нас ширина полтора метра. И отсюда до двери два метра. А здесь еще вот такой выступ. В этот выступ идеально встала раковина. Хотя, смотрите, видите, какие зазорчики остались. И очень здесь будет неудобно убираться. А раковина у нас керамическая. Впритык ее к углу тоже некрасиво ставить. Толстый слой силикона. Лучше либо раковину брать еще уже, чтобы был нормальный просвет. Либо тогда уже ставить из литьевого мрамора. Ставить ее впритык в угол. Чтобы не было зазора. Потому что из литьевого мрамора раковины квадратные. А это полукруглая. И тогда бы здесь было достаточно зазора. Платин сушитель классный. Вот с такими вот классными. Крючками. Которые прямо здесь устанавливаются. Очень удобно. Это зеркало с подсветкой по периметру. Подиум с трапом с сухим затвором. То есть здесь никогда не будет пахнуть. Тропический душ у нас. Здесь проведены были коммуникации. Поэтому еще плюс вытяжка сделана в этом месте. Поэтому здесь делали такие полочки. Где очень много можно будет поставить рыльно-мыльных природнежностей. И сдвижная дверь. Также сделан небольшой бортик. Чтобы не было никаких протечек по остеклению. Наклон 1 см на метр к трапу. И интересная конструкция у нас здесь от пола до потолка идет. Это у нас мебельные шкафчики. Сюда можно поставить сушилку для белья. Гладильную доску. Далее посмотрите какая система у нас дверей. Да, пенал. И здесь глубина 50 шкафчиков. Стала 45 стиральная машина хорошая. А здесь спрятан у нас с вами коллектор. Посмотрите. Наш стандартный коллектор. С датчиками протечки. Хорошими кранами. С большими фильтрами. С результурами давления. Обратными клапанами. Все как надо. С проточным водонагревателем. И вот так классно это прячется. А здесь как раз будут стоять полочки 20 см практичные. И раз в месяц сюда надо ползать за показаниями счетчиков. На полу также керамграни с теплым полом. Далее мы с вами попадаем в кухню. Стены также под покрасочку. Здесь цвет покраски. Обратите внимание совпадает с цветом фасадов. То есть вот этот цвет у нас совпадает с этим. Серый совпадает с этим. Дизайнер здесь постарался. Фартук с керамогранита. Виншахта тоже из керамогранита сделана. Искусственный камень. Подстольного монтажа раковина. Здесь тоже искусственный камень. Сделаны доборчики, чтобы дверцы не бились. Здесь сделан доборчик, чтобы об телевизор у нас не билось. Здесь у нас встроенная вытяжка. Варочная панель. Духовка. Естественно полноценная нормальная посудомойка 60-я. Сушилка для посуды. Антресоль. Сначала была смонтирована натяжной потолок. Потом сделана кухня. Видите, доборчиком. Подвели, чтобы не было никакого зазора. А здесь сделали перегородку, чтобы с торца не видеть кухню. Так смотрится, мне кажется, красивее и уютнее. Немножко молдингов. Интересный светильник. Смотрите, он со стены как бы начинается. Идет по стене. И дальше сейчас заказчица решит, куда расположение. Этот светильник уже идет на потолок. И отсюда будет свисать прямо над столом круглым. Далее у нас с вами выход на балкон. Так как здесь узкое место, узкое пространство. Здесь подоконник не ставили. Из того же керамогранита положили полосочку. Теперь здесь практичная поверхность. Радиаторы. К сожалению, здесь стояки идут наружного монтажа. Так и оставили. Здесь у нас утепленная с вами ложа с керамогранитом, с теплым полом. Классная такая фисташковая света с полками под дерево ниша. Здесь термокороб. Здесь утепленная фасадка с толстыми стеклопакетами. В натяжном потолке сделан карнизик. На лыжи натяжные потолки. По всей квартире тоже натяжные потолки еврокраб. И здесь тоже, видите, встроенный карниз. Далее мы с вами попадаем в спальню. Спальня около 16 квадратов. За дверью здесь 35 глубиной вот такой шкаф, куда еще много вещей можно убрать. Стоит стенка, телевизор. Здесь все сделано из керамогранита широкоформатного. Розетки спрятаны за телевизором. Вон они там находятся. Здесь удобный, классный диван. Выделенная часть асимметричная. Это у нас получается с вами 3D панели. Подсветочка. Декоративная штукатурка шелк. Классный, вот такой вот с зеркальными дверьми встроенный шкаф. Причем, обратите внимание, что сначала установлен добор к ниши, который мы сформировали. И уже к этому добору подъезжают двери. Благодаря этому снизу все практически смотрится. Плинтус тоже зашел на добор. Здесь нет никаких зазоров. А на потолке, как было сделано, сначала натяжной потолок, уложен ламинат. И потом сюда встроили шкаф. А там просто закладной сделали. Прямо к натяжному потолку направляющую прикрепили без всяких проблем. На полу у нас кварцевый ламинат. Здесь окно. Также из керамогранита сделали подоконничек. И в этом месте еще спрятан бризер. Также обратите внимание, что скрытый карниз в этом месте. Расстояние сделали побольше, чтобы шторы полностью перекрывали бризер. А то часто про это забывают, и потом они выпирают. Либо шторами их вообще не перекрывают. Это смотрится некрасиво. Повторюсь, работы здесь стоили 40 тысяч квадратный метр. Примерно, потому что площадь небольшая. Стоимость всего проекта минимум 4, а скорее даже 5 миллионов рублей. Такие цены на сегодня, к сожалению, все подорожало. Сантехника и кухня и прочее. Напишите свое мнение, как вам такая квартирка. Стоимость самой квартиры не менее 8 миллионов, мне кажется, точно.